Добрый вечер на нашем телеканале «Время новостей» и я Евгений Нифанов. Сомнительная шаурма. Сразу в четырех точках общественного питания города Омска были обнаружены грубейшие нарушения. Чем опасен продукт? Тревожный объект. Это недостроенная вентиляционная камера Омского метрополитена. Чем пугает метро? Добрый мир. Это такой семейный интеллектуальный квест. Как развивают детей? Сегодня городские власти назвали доводы в пользу повышения стоимости проезда. Новый директор департамента транспорта Александр Вялков сам жалуется на растущие цены. За три года, что в Омске держится тариф 22 рубля, запчасти подорожали на 50%, а солярка на все 70%. А сейчас чиновник анализирует торги на сырьевых биржах и ожидает нового скачка стоимости топлива. На сегодняшний день на товарно-сырьевых биржах с отсрочкой покупки на 45 дней топливо торгуется уже в районе 60 тысяч за тонн. Соответственно, мы очень надеемся, что на внутреннем рынке эти цены будут каким-то образом стабилизированы и не повлекут дополнительных расходов с нашей стороны. Александр Вялков предлагает сниженную стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях в 25 рублей для безналичного расчета банковской карты электронными проездными. В остальных случаях проезд должен стоить 30 рублей. Против такой позиции выступают в Горсовете. Депутаты выделяют на дотации транспорта 1 млрд рублей. Вот что сказал спикер Владимир Корбут в интервью программе «Думская-1». Стоимость проезда 22 рубля, она существует только за счет того, что из бюджета мы именно компенсируем межтарифную разницу. И депутаты городского совета будут именно стоять на том, чтобы сохранить стоимость проезда в городе Омске на этом рубеже. А вот до обсуждения стоимости проезда в Омском метро еще очень далеко. Вдруг возник вопрос, а кому принадлежат построенные участки – городу или области. Оформить право собственности нужно, чтобы законсервировать объекты. Часть из них уже пугает горожан и доставляет дискомфорт. Слово Ксении Бессараб. Это недостроенная вентиляционная камера Омского метрополитена. Между станциями «Заречная» и «Кристалл» три года назад ее строительство возобновил уже новый подрядчик. Однако вскоре работы снова остановились. Подземку сразу же обнесли забором, но первый ураган снес добрую часть ограждения. Анастасия с сыном живут в девятиэтажке рядом с недостроенным метро. Говорит, что в непогоду здесь раздается страшный скрежет. И длится эта песня целый год. Когда ветра, здесь прямо арматура шатается, боишься идти гулять, потому что там может налететь. Вообще непонятно, будет убираться когда-нибудь или не будет. Вообще опасно. Вот мы сейчас идем, сейчас у нас безветренная погода, но слава богу, можно погулять. Сейчас они лежат, это же не просто их взяли и положили. Это ураганом все снесло. Так что это бездействие. Надо как-то что-то делать, убирать. Горожане уже привыкли к мысли, что омское метро – утопия. Его строят уже 26 лет. И чтобы завершить хотя бы одну ветку, необходимо 22 миллиарда рублей. Таких денег у омских властей нет. Все это время, пока недостроенное метро простаивает, люди живут в опасности. Отлетевший забор может повредить и авто. Я здесь стараюсь не ставить, в основном на той стороне. Просто там мест нету, иногда бывает. Но вообще это опасно? Да, конечно, опасно. Он уже не раз завалился. Было дело. Никаких травм не было? Нет, ну травм-то не было, машин помяли. На консервацию метрополитена тоже нужны немалые деньги – порядка 400 миллионов рублей. Министерство транспорта России порекомендовало омским властям все-таки достроить метро, чтобы не допустить неэффективного использования бюджетных денег. Всеми вопросами метрополитена сейчас занимается областное министерство промышленности. О том, что забор сломан, в ведомстве не знали. Специалисты управления по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений уже выехали на объект. Сейчас им предстоит осмотреть территорию, оценить ситуацию, после чего будет приниматься решение о восстановлении оградительных сооружений. В какие сроки будет восстановлено ограждение, пока сказать не могу. Все будет зависеть от заключения экспертов и масштаба предстоящих работ. Ради безопасности жители в Минпроме пообещали решить вопрос с ограждением в ближайшее время. Ксения Бесраб, Максим Баринов, Антенна 7. Суд приостановил деятельность птицефабрики Оша. Там сейчас проходит внеплановая проверка. Уже выявлено много санитарных и ветеринарных нарушений. Их предприятию нужно устранить в ближайшее время. Напомню, что в сентябре в одном из детских садов Ханты-Мансийска зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Вирус сальмонеллы, по версии исследователей, попал через яйца с птицефабрики Оша. Пока производство там приостановлено на 9 суток. На сегодняшний день реализация яйца с комплекса 22-1 приостановлена. С 26 октября на срок 9 дней по решению суда. Остальная продукция вся безопасна. В продукции, которая была отобрана Росфельхознадзором, яйца, именно непосредственно с птицеводческого комплекса сальмонеллеза не обнаружено. На этом фоне горожане жалуются на отравление после употребления шаурмы. Несколько таких обращений поступило в Роспотребнадзор. Точки, которые уже посчитали опасными, проверили и действительно нашли нарушения, продолжит Денис Кабаков. Вот такая классическая шаурма может стать опасным блюдом для амичей. Сразу в четырех точках общественного питания города Омска были обнаружены грубейшие нарушения. Хрустящее, сочное, аппетитное. Яркие баннеры заманивают посетителей кричащими лозунгами. А приятные ароматы пробуждают аппетит. Но не все пункты общественного питания, реализующие шаурму, как оказалось, соответствуют нормам. О том, что есть риск отравиться, знают далеко не все. Не слышал об этом. Ну вот, да, сейчас от вас узнаю первый раз. Так, ну мы больше не будем тут питаться. Что, все надо закрывать. Ну не закрывать, надо правильно все делать. Ну, у них же, по-моему, что, их штрафы обязали, да? Я, как только, ну очень редко, по крайней мере. Потому что, когда на сессию приезжаю, так-то я иногородник. Покупайте продукты, готовьте сами и все. И с собой, да? И с собой. Как правило, пункты общественного питания находятся вблизи учебных заведений. И многие студенты вынуждены покупать такой быстрый перекус. А качество не всегда можно проверить на зубок. Питался нормально все. И пока что нормально все в здоровье. После слов стало страшно. После чего? После ваших слов стало страшно. Ну я вот читал новости, да, я вот слушал об этом, что обнаружили. Ну не знаю, бывает в зависимости от где питаться еще. С января по октябрь 2018 года Роспотребнадзор по Омской области проводил проверки предприятий общественного питания, реализующих шаурму. По девяти обращениям четыре проверки. И в каждой выявили нарушения. Не было документов на продукты. Продукция была обезличенная, что не позволяет идентифицировать ее с имеющимися документами. Далее не проводится брокераж на объектах. Далее не ведется журнал и обследование сотрудников на заболевания. Не осуществляется производственный контроль. Пункты общественного питания были проверены в местах массового скопления людей. То есть это остановка общественного транспорта на улице Нефтезаводской около Госуниверситета, на Транспортной академии, 12-й микрорайон и на Богдана Хмельницкого у парка 30-летия ВЛКСМ. По результатам проверок составлено четыре протокола и наложен штраф на общую сумму 95 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели должны устранить нарушения санитарных требований. При этом ни один из проверенных опасных для здоровья пунктов общественного питания не закрыли. Денис Кабаков, Максим Баринов, Юрий Дорошенко. Антенна 7. Вот уже два месяца у юных жителей села Иртыш Черлакского района продолжаются внеплановые каникулы. Пойти в детские сады и школу они не могут из-за холода. Все дело в том, что в сельских образовательных учреждениях до сих пор не начался отопительный сезон. В областном правительстве во всем винят две дочерние организации компании Юза. Якобы поставщик тепла обязан был включить отопление, но не сделал этого, а изменил название своей организации и в два раза завысил тарифы. Черлакский районный суд вынес определение о применении обеспечительных мер, чтобы избежать размораживания систем отопления. Компания не исполнила свои обязательства по подаче теплоснабжения. Подано заявление в прокуратуру и об обязании восстановить теплоснабжение. Однако компания уклоняется, этот процесс затягивается, поэтому принято решение по электрическому отоплению. Энергетики в настоящее время работают, сегодня в частности проводятся работы по подключению этих объектов. Школу и детский сад уже подключили к электрическим котлам, сейчас прогревают помещения, чтобы дети снова могли учиться. Однако компания Юза не признает свою вину в срыве теплоснабжения. Напротив, ее директор Дмитрий Панченко уверяет, что причина в накопленных долгах от администрации района. Вот официальные документы. Еще в июле руководство компании предупреждало образовательное учреждение, администрацию сельского поселения и губернатора, что отапливать здание не будет. Долг перед компанией Юза – 3 миллиона рублей. Поставщик тепла действовал по закону. Постановление правительства гласит, подача тепловой энергии осуществляется после полного погашения задолженности потребителям. Несмотря на конфликт, компания Юза готова возобновить подачу тепла после оплаты долгов. Если они все-таки будут отапливаться электроотоплением, что мешало после нашего июньского обращения губернатора перейти на это электроотопление ранее? Ничего же не сдерживало. Почему это надо делать в конце октября? И когда дети не ходят уже продолжительный период в учебное заведение и в детский садик. Зачем надо было затягивать с июня с июля? Второй момент, как предлагалось в письме губернатору. Ну проведите торги, как требует федеральный законодатель, указ президента номер 618, когда он призвал проводить торги на подобные вещи. Нет, надо все затянуть. Самое дорогостоящее отопление электрическое, так сказать, внедрять и тратить в федеральный областной бюджет воздух, так сказать, выбрасывать. То есть те необходимые действия и мероприятия не были приведены. Если задолженность будет погашена, готовы ли вы возобновить теплоснабжение? Безусловно. А в Омске мэр Оксана Фадина призвала подчиненных быть готовыми к любым сюрпризам погоды. Цитата. Историю о том, что в Омск зима всегда приходит внезапно, мы будем переписывать. Конец цитаты. И сегодня чиновники отчитались о подготовке на дорогах. В этом году ежедневно для уборки улиц планируют использовать 480 единиц техники. 72 тысячи тонн. Такое количество песко-соляной смеси планируют израсходовать за зиму. Этот объем рассчитан на территорию всего Омска. Данного объема хватит на весь период. Исходя из предыдущих лет, песко-соляная смесь рассыпается под снегопад. Под снег. Чем чаще снегопады, проще говоря, тем будет больше расход песко-соляной смеси. И на дорожную трассу, на сеть города Омск. Да, у нас посыпают и как проезжую часть, так и пешеходные тротуары. Пешеходные тротуары мы посыпаем чистым песком. В основе смеси техническая соль. Именно она так пагубно влияет на обувь и кузова автомобилей. Но дорожники успокаивают. Небольшой процент содержания соли большого вреда не нанесет. Та концентрация, которую мы готовим в 5% на 10%, она практически не оказывает воздействия на транспортные средства, средства, которые движутся на нашей дорожной транспортной сети. В этом году службы Октябрьского округа получили сразу 7 единиц дорожно-уборочной техники. Это и тракторные щетки, и снегопогрузчики. Практически на 98% вся техника, предназначенная для работы в зимних условиях, у нас готова. Осталась мелочь. Я думаю, в течение недели мы все это уже устраним. Техника имеется подметально-уборочная и снегопогрузочная техника. Снегопогрузочную технику пока не выводим, потому что еще рано. А подметально-уборочную уже вовсю используются. В этом году подготовились гораздо лучше, чем в том году, учитывая получение новой техники, дополнительной, к тому, что мы имели. Рассыпать смесь будут по ночам, когда на дорогах меньше транспорта. Денис Кабаков, Юрий Дорошенко, Антена 7. Тепло дарят сотрудники МЧС в такую погоду в самый раз. Их тепло – это вещи для нуждающихся, многодетных семей, инвалидов и погорельцев. Эта плюшевая собака до сих пор сторожит дом, где произошел пожар. Буквально за несколько часов многодетная семья осталась и без вещей, и без дома. Пожар произошел 8 апреля в 11 часов вечера. Дети уже спали, я ждала мужа, был у соседей в бане. От хлопка хотела выйти на веранду, но не смогла, дверь залипла пластиковая. И все, и быстренько пожарникам звонить, соседям. Детей разбудила в одеяло и в окошко. Вещи сгорели, дом сгорел. Теперь многодетная семья живет у родственников. И таких погорельцев немало. Для них реальная возможность хоть как-то восполнить свой гардероб в Центре социальной поддержки, куда сегодня сотрудники МЧС принесли не только теплую одежду, но и игрушки. Наш центр оказывает помощь в виде поддержанных вещей, товаров первой необходимости, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, среди которых, конечно, семьи, пострадавшие от пожаров. В настоящий момент в нашем Центре на обслуживании состоит около 30 семей, в которых проживает около 20 детей несовершеннолетних. Наступивший сезон с холодами и осадками – опасный период. Возрастает количество пожаров. И по статистике 70% происходят в жилых помещениях. Данные пожары увлекут за собой крупные материальные потери. То есть люди в одной части остаются без жилья, без вещей первой необходимости и домашнего обихода. Дарить тепло, то есть принимать участие в подобных акциях, спасатели продолжат. А МЧС призывают быть осторожными. Денис Унос, Антена 7. «Мир для всех» – этот интеллектуально-спортивный турнир стал ярким событием для 50 юных горожан. Им мешают нарушения в развитии и любая встреча. Конкурс или игра становятся памятным мероприятием на долгое время, рассказывает Любовь Федорова. Такие соревнования в Омске прошли в первый раз. Все конкурсы и спортивные испытания организаторы подбирали с учетом возможностей ребят. Участников поделили на шесть команд. Ежедневно почти каждый из них занимается с тренерами или педагогами. Раньше была озорница, но ее проводили в основном, наверное, на выездах в полевых условиях. Мы попробовали восстановить, наверное, справедливость и эту историю возобновить в нашем городе. Но для ребят, которые имеют инвалидность. То есть это такой семейный, интеллектуальный квест, что ли, можно так обозначить, как формат мероприятия. На каждой из шести станций ребят ждали испытания. Задания Юлии оказались самыми интересными. Дети не только учились дрессировать четвероногих друзей, но и прошли с собаками спортивную трассу. Кстати, с ними они были знакомы и раньше. Юлю и ее пушистых помощников узнают воспитанники реабилитационных центров детских домов и адаптивных школ города. Мы или можем устроить какое-то собачье шоу веселое, или интерактив. То есть мы обычно приезжаем со всяким инвентарем, мечами, тоннелями и просто проходим с детьми трассу, во что-то играем. Наши главные помощники собаки, также у нас есть другие животные, козочки, кролики. Животное очень хорошо воздействует на людей, оно помогает ему ставить цели, добиваться их. Вот мы используем наших друзей. Здесь задания направлены на улучшение мелкой моторики. В клубке с нитками спрятано название следующей станции. Но распутать его нужно так, чтобы был задействован каждый участник команды. На другой станции ребята тренируют артистическое мастерство. В общем, проявить себя можно было во всех направлениях. Почти все эти ребята – воспитанники Светланы. Подобные соревнования нужно сделать регулярными, считает воспитатель. Детям доступно все, то есть они справляются с любым заданием. И это хорошо, они чувствуют себя, что они успешны, и у них все получается. Здесь есть задания для детей, которые развивают моторику, рук, мышление. Дети учатся вырезать, вдевать мелкие предметы, надевать на ниточку. То есть все это развивает еще и мышление. Потому что работая пальчиками, мы развиваем ум. Самая активная и творческая команда получила приз – билеты в театр. Любовь Федорова, Юлия Боришенко, Антенна-7. Баскетболистки «Нефтяника» сыграли два домашних матча с клубом «Ника» из Сыктывкара. В первом поединке «Амички» уверенно победили 81-64. О втором, где счет долгое время был равным, рассказывает Владимир Истомин. Стартовый натиск «Нефтяника», классный трехочковый бросок Марии Согриной, хороший розыгрыш мяча на периметре штрафной, цепкая защита соперниц. Баскетболистки «Ники» пытались закрыть наших центровых, сыграть в быстрых атаках, упорное соперничество. Баскетболистки «Нефтяника» успевали открываться и бросать. Отлично сыграли Наталья Гришкевич и Елена Федотова. Северенки отвечали хорошими комбинациями. Наши девушки бросали чуть точнее первая четверть в 18-14. Девчонки ставили хорошие заслоны. Когда мы не передерживаем мяч и гоняем, у нас все хорошо получается, углы свободные, надо только забивать. Голы на мастерстве. В нашей команде отличили центровые игроки Елена Федотова и Надежда Матросова. У соперниц блистала разыгрывающая Евгения Оксна. Равный счет в середине второй четверти. Второй рывок «Нефтяника». 39-35 на финише второго периода. Из серии ярких атак в начале третьей четверти. Трехочковый Наталья Гришкевич. Гол в отрыве Анастасии Алексеевой. Мастерский бросок Ксении Чинаевой. 48-35. Старались сыграть четко в защите, не пропускать. В начале третьей четверти выходили с настроем, что счет 0-0. Нужно начинать все сначала, начать хорошо, чтобы не было никаких провалов в защите. Начали забивать. Скоростной жесткий баскетбол. Спортсменки из Сыктывкара усилили прессинг в защите, взвинтили темп в атаке и сократили разрыв. Сделали работу над ошибками, над нападением. Хорошо разобрали, как защищаются наши соперники. И вот пошла игра. Обмен атаками. Красивые голы баскетболиста Клифтяника. Отличная поддержка болельщиков. Среди них футболисты РТШ. Девчонки молодцы, борются. Мне кажется, лучше соперника играют. Побольше бросать трехочковых хорошо у них получается. Мы верим в победу, болеем за них. Решающие минуты. Ставка на лидеров. Отлично сыграла разыгрывающая нашей команды Мария Согрина. Важный трехочковый бросок. Гол в быстрой контратаке. Серия отличных передач партнерам. Вторая победа «Нефтяника» 78-71. Когда мы чуть-чуть отрывались, в любом случае немножко расслаблялись, возможно. Соперник начинал играть более агрессивно. Но так как мы играем дома и любую игру мы играем на выигрыш, мы как бы тут же собирались и забивали нужные мячи. Два следующих матча чемпионата «Нефтяник» проведет на выезде. 6 и 7 ноября наши баскетболистки сразятся с клубом «Ростов-Дон». Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, «Антенна-7». Захватывающие поединки в 19-м турнире на призы заслуженного мастера спорта Александра Пушницы. На Омском ковре состязались более 200 спортсменов из России и Казахстана. Яркие победы есть практически у всех команд. Слово Владимиру Истомину. Высокий темп, настрой, самоотдача, разнообразие приемов. Максим Ударцев из Екатеринбурга выиграл классным броском упором ногой. Красноярец Владислав Панов провел эффектный болевой прием на ногу. Самый техничный самбист турнира Аймерген Аткунов. Серебряный призер чемпионатов мира сейчас выступает за сильную команду города «Верхняя Пышма» из Свердловской области. Блеснул целым каскадом красивых комбинаций. Победил боковым переворотом. «Это тяжело было, потому что мы вторым стал сопрунцем. Вместе тренируемся утром-вечером. Друг друга знаем, как это, то, что делает. Тяжело было. Он мне мою борьбу вообще не дал бороться. Пришлось немного другим способом бросать. Готовил, всю встречу готовил этот плен. Вот, бросил». Свердловчане лидеры по числу побед в спортивном самбо. Три золотых медали. Две завоевали спортсмены Курганской области. А мячи в числе сильнейших. «Эмоции тоже новый опыт. Новые соперники, с которыми редко очень встречаешься. Дополнительный шанс с ними побороться. Также как-то оценить их борьбу. И как-то в следующий раз, когда с ними встретишься, уже будешь более-менее готов». В перерыве между финалами – красочная церемония открытия. Среди почетных гостей турнира известны спортсмены, политики, представители администрации города и правительства Омской области. «Александр Михайлович олицетворяет собой спорт, спорт высших достижений. И в этом году 19 раз этот турнир здесь проводится. И, как вы видели, очень много гостей из других регионов приехало. Это очень почетно для нас». Успеха мячей на финише соревнований. Станислав Котов и Кирилл Лебедев завоевали серебряные награды. Вячеслав Лобанов выиграл золото в боевом самбо. «Я готовился в клубе «Ермак». Мне помогал тренер Георгий Емельянов. Мы с ним работаем над ударной техникой, над борцовской. Так что, в принципе, наработки, которые мы готовили, в общем, прошли». В результате омичи завоевали 9 медалей. Одну золотую, три серебряных и пять бронзовых. Итоги выступления наших самбистов подвел Александр Пушница. «Они показали очень красивую борьбу, которая понравилась всем зрителям, понравилась своим спортсменам. У нас в Омске есть чемпионы и призеры». Следующий старт омских самбистов в середине ноября. Чемпионаты и первенства области. Это будет отбор к соревнованиям Сибирского федерального округа. Владимир Истомин и Юрий Дорошенко. Антенна 7. Таковы новости. До встречи. Ура, товарищи! Возьмем зимний ассортимент! В «Каскаде» с 1 по 7 ноября. Первые скидки на коллекции зимнего сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова